Уборочные работы выходят на финишную прямую с внушительными результатами. Передовые хозяйства республики в этом году получают до 49 центнеров зерновых с одного гектара. Сегодня глава Чувашии проинспектировал ход жатвы в одном из крупных агрохолдингов Алатарского района и обозначил задачи перед местными властями. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Долгие годы на этом поле вблизи села Злобино не росло ничего, кроме бурьяна. И только с приходом инвесторов залежные земли были введены в оборот. Здесь уже собирают урожай яровой пшеницы. Зерновые культуры аграрии смогут реализовать по выгодной стоимости, отметил глава региона. Теперь касается завершения уборочных работ. Погода-то стоит, но может быть еще 7-10 дней, у вас еще технических культур очень много. Зерновые сколько там? Один-два дня еще? Да, да, да. Потому что такое поле терять нельзя просто, значит. На полях агрохолдинга собирают пшеницу с высокой долей клейковины. Спрос на такую продукцию растет. Среди постоянных заказчиков мини-пекарни. Французские булочки пекут из самой высокой клейковины. Часто мукомолы делают наоборот. Они покупают дешевую пшеницу с низкой клейковины, а потом искусственно добавляют уже сухой глютен, там с Китая завозят. Вот хлеб, который там пекут, хоть метры, хоть там магниты, хоть Евростар, стоит 0,7-0,6 килограмм, 50-60-70 рублей. В республике намолочено уже порядка 700 тысяч тонн зерна. Высокий урожай отразится на качестве хлеба. Должно последовать и снижение цен на муку. Поэтому в разумных пределах это раз. А во-вторых, у нас самый дешевый хлеб в Российской Федерации. Даже без достации правительства. Это заслуга всех хлебопеков, чувашие, и потребсоюзские пекарни, и крупные хлебозаводы. Выращенные урожаи в агрохолдинге поставляют и за пределы республики. Задача сельхозпредприятий – наращивать объемы экспорта, отметил Михаил Игнатьев. Перспективная для региона культура – кондитерский лен. Его очень хорошо в Европу берут. Там Латвия, Литва. А, да не золотая. Очень хорошо. В этом году растет и проса. Глава администрации муниципалитета отметила, что такого урожая в Алатарском районе не собирали давно. Ключевая задача – и дальше вводить в оборот залежные земли. У нас есть еще инвесторы. Вообще-то у нас появились еще инвесторы. Фирма «Агрохолдинг» – это «Возрождение», которое с Мордовией тоже взяли землю. В истории Алатарском районе не было, что урожайность даже на сегодняшний день 30 центнер с гектар. Но потому что это у нас есть другие предприятия, крестьянское и армитское хозяйство. Но надеемся, урожайность поднимется. В районе реализуются успешные проекты, основанные на местных инициативах. Так в селе Чуварлеи установили стелу памяти солдатам-освободителям. Это особенно значимо в канун 75-й годовщины Победы. Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца. На этой мемориальной стене в селе Чуварлеи золотыми буквами выбиты именно тех, кто вернулся с поля боя живым и умер уже в мирное время. Всего более ста человек. Рядом продолжается ремонт Чуварлейского дома культуры. Необходимая сумма была выделена в рамках партийного проекта. В ближайшее время обновят фасад и проведут отопление. В городе Алатаре глава региона проинспектировал ход модернизации детской поликлиники. Это фиолетовый, желтый, здесь зеленый цвет. Цвет карамеля, вот это белый цвет. Это дизайн подсказали или сами? Это и сами, больше сами даже уже здесь, потому что не хотелось выбиваться уже от тех дизайнерских работ, которые были уже в ночи. Боксарские выполнены. Касаясь проектной документации, изменения приходится уносить или все предусмотрено было? Пока все предусмотрено. Здание детской поликлиники было возведено еще в 30-е годы. Поэтому только обновлением фасада ремонт не ограничится. Необходимо заменить деревянные перегородки, кровлю, установить пластиковые окна и проложить инженерные сети. Работы идут по графику и должны быть завершены до конца года. Глава региона взял на карандаш и еще одну проблему районной больницы. Изношенный автопарк. Скоро медикам поступят и новые машины. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.